Снежный январь не дал насладиться новогодними праздниками коммунальщикам. ЖКС почти каждый день выводила на борьбу со снегом весь штат дворников и всю технику. На расчистку кровель выходили 20-25 бригад. В рабочие дни работа усилилась, тем более что и небесные канцелярии не скупятся на снежные осадки. На сегодняшний день мы где-то порядка 70-80% территории расчистили по всем районам. Я предполагаю, что к пятнице мы должны с этой проблемой справиться по расчистке территории. Сегодня мы привлекаем, не только используем свою технику, но и привлекаем нанятую технику. Расслабиться управляющим компаниям не дают районные административные комиссии. Все недоработки со стороны частных коммунальщиков они берут на карандаш. Ежедневно сотрудники комиссии объезжают территории и фиксируют нарушения. Среди самых частых – несвоевременная расчистка крыш от снега, сосульки, нерасчищенные дорожки к подъездам и дороги во дворах, а также несвоевременный вывоз мусора. Только в железнодорожном районе составлено более 120 актов об административных правонарушениях. Вообще, конечно, это много. За праздничные дни у нас такая ситуация. Еще снегопад с погодными условиями был так, что не успевали работать с коммунальной службой. Расчистить внутриквартальные дороги коммунальщики обязаны в течение пяти дней после снегопада. И следить за крышами. Не допускать нарастания толщины снежного покрова больше 40 сантиметров. И те, кто не успеет справиться со своей работой, будут наказаны рублем. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин